Торнадо Энерджи Торнадо Энерджи Сдержите это в голове Не надо оценивать сейчас танк по этому реплею Это просто вам визуально Чтобы вы могли примерно представить Как вы будете на нем играть Так, пора к новостям Видео это выйдет 15 мая Поэтому когда оно вышло Значит у вас сломались все моды Почему? Разработчики выпустили Папку 1.9.0.3 Как починить? Все очень просто Заходите на сайт про танки.тв Смотрите вышел ли там обновленный Модпак. Сначала как обычно выйдет Лайт версия, потом дождемся Мод xvm Который я не делаю Я беру его у разработчиков xvm Поэтому как только они его сделают Я у них возьму и добавлю его В базовый расширенный модпак И только тогда базовый расширенный модпак Выдут. Я никак не могу Повлиять на ускорение этого процесса Поэтому каждый кто напишет мне в почту А когда выйдут моды Будет проигнорирован и скорее всего добавлен В черный список, чтобы больше Меня такими вопросами не беспокоить Еще раз говорю, моды выходят Как только они протестированы И готовы к релизу. Все, раньше Этого момента они не выйдут. Мы не спим Мы все время и занимаемся. Мы контролируем Все эти ситуации Ладно Значит Что у нас 15 мая Это у нас значит будет Пятница А пятница это значит Что будет акция Акция на этот раз будет Не очень жирная Это акция Скидка для экипажа Вы сможете 1 к 15 Переводить свободный опыт В опыт экипажа Это очень выгодно Потому что обычно 1 к 5 Ну опять же у кого есть свободка И кто хочет прокачать экипаж Скидка 50% на обучение и переобучение экипажа При рекрутильной пересадке на другую технику Из игровой золот То есть обычно стоит 200 Будет 100 стоить Скидка 50% на сбросы изучения навыков То есть кто хочет там перки Переквалифицировать за голду Опять же вместо 200 сотку будет стоить И скидка 25% на спину специальности экипажа Я не понимаю почему такая маленькая скидка У них постоянно Но тем не менее Кому нужны будут койки в казарме Также со скидкой 50% можно взять Такие себе акции продлится с 15 по 18 мая Но тем не менее экипажа качнуть можно Что касается 18 мая То там стартует второй этап Вот этого вот Десятилетия мира тангов Или как он там правильно называется Акт второй Вот готовьтесь к выполнению юбилейных задач Говорят там разработчики И самое главное на что я хочу обратить внимание То что они с 18 мая с 9 часов утра Вводят в танки гудок То есть по умолчанию клавиша будет К Английская на клавиатуре Вы сможете нажать и побибикать своим союзникам По умолчанию это будет все слышать Потому что у всех это будет включено Но что вы сможете сделать Первое вы сможете переназначить клавиши К на любую другую С помощью меню игры Если вы не хотите слышать гудки Вы просто-напросто во вкладке игра Снимаете галочку на включение гудка Соответственно вы сами бибикать не сможете Но и бибиканье других слышать не сможете Также стоит отдать должное разработчикам Что они ввели кодэ этого гудка То есть вы не сможете постоянно ездить и бибикать У вас он будет уходить типа на перезарядку Но это чтобы не раздражать союзников постоянным бибиканьем Короче объявляется неделя громкого рандома Давно просили подобный модик Разработчики решили побаловать На танковый юбилей десятилетний Но это баловство на самом деле Многие стебутся от этого Ну а мне кажется прикольно Потому что то что просили игроки Наконец-то реализовано Пусть и на одну недельку Также с 18 числа будет активная фаза Задачи на активную часть Второй фазы Значит Первая Это нанести суммарно 7,5 15 или 20 тысяч урона За любое количество боев Получите 10, 15 и 20 юбилейных монет Вторая часть Это сбить гусеницу 1, 2, 3 разным машинам противника За один бой Тоже 10, 15 и 20 юбилейных монет Третья часть Заблокировать 3,5 и 6,5 и 9,5 тысяч урона А это последовательно Да Сложность увеличивается За любое количество боев Тоже награда 10, 15 и 20 юбилейных монет Ну и наконец А второй Нанести не менее 650 единиц урона За бой Получите 10 юбилейных монет 1 раз в сутки Короче вот так вот Выполняете эти боевые задачи С 18 до 25 мая Соответственно Получаете золотой ключик У вас их уже будет 2 За 3 золотых ключика По-моему Вы получаете Стиль на Т-30 Такие награды Они не очень жирные Но тем не менее Они присутствуют Кстати Расширится Как их называют То блин За то что вы За юбилейные монеты Сможете покупать В этом В магазине Да В юбилейном магазине На что советую Обратить внимание Первое На что советую Обратить внимание Это на 2D стиль дедушка То есть Это по сути Камуфляж Ну Стиль На нем присутствует Шапка Балалайка Дед Тролля Тролль Кстати такой же дед Похожий был У Сергея Борисовича Вот Мне стиль Очень понравился Ну Обратите тоже на него Свой взор Возможно Он вам понравится Так же как и мне Так же будет доступен Стиль на Супер Персика Генерал Америка Ну Тут наверное Намек на Капитана Америка Вот Потому что Ну Такой Стиль Звездно-полосатый Возможно Кто-то своего Супер Персика Так же сможет Ну Точнее захочет Приукрасить Тематический стиль На сосису Вот Называться он будет Хот-дог Ну и по сути Вашего Если вы на нем Вообще на Тоге 2 Еще не продали Его не сдали Скорее всего Большинства его нет Уже давно в ангаре Но тем не менее У меня есть например И его не просто так называют Сосисой Вот Теперь на него Можно приобрести Стиль хот-дог Причем в зависимости От летней Зимней И пустынной карты Начинка меняет Там кетчуп Горчица Майонез Вот В этой сосисе Так что Ну Тут тоже такой Маленький рофал От разработчиков Присутствует Не стоит на такие вещи Сильно обращать внимание Но тем не менее Как бы Есть и есть Как я и сказал Копить эти Юбилейные монеты Какого-то смысла нет Разве что Вот Какие-то 2D стиля Выходят И вы сможете Расширять Так сказать Свой ассортимент Ждать каких-то Премиум танков Там Или редких Машин За юбилейные монеты Разработчики уже Давали свой официальный Ответ По этому поводу Что нет Не стоит Вот то что вы сейчас Видите В принципе То и будет Только будет Ассортимент Расширяться То есть Это такое Тоже баловство Для тех же Кому хочется Что-то посерьезней Можете сходить Поиграть На общем тесте Патча 1.9.1 Он стал доступен Вот Уже для всех Игроков На что там Стоит обратить Внимание Ну это Динамически Изменяемые Декали На танки Которые Зависит от Вашей прогрессии Вряд ли Вы их На общем тесте Успеете Там прокачать Потому что Надо мастеров Брать Дамажить Танки Фраги Делать Ну может Там это Упрощено Будет Также Стоит Обратить Внимание На то Что Карта Берлин Введена Для Рандома Вы сможете На ней Поиграть Скорее всего Шанс Выпадения Этой Карты Будет Увеличен На общем Тесте Ну и Еще один Момент На который Я хочу Обратить Ваше Внимание Ну что Стоит Протестировать Это То Что На общем Тесте Вводят Второй Сезон Боевого Пропуска Добавляют Там И так Трофейную Оптику И трофейный Стабилизатор Вертикальной Наводки То есть Сможете Покататься Протестировать Изменения Там вот Во втором Сезоне Баттл Пасса Как вы знаете Баттл Пасс У нас уже Скоро Первый сезон Подходит к концу В июне И вот Как раз С патчем 1.9.1 Я думаю Он закончится И будет доступен Следующий Сезон Баттл Пасса А это говорит Нам о чем О том что Ну Каждые 3 месяца Боевой пропуск Будет обновляться Можете зайти Все это лично проверить Или просто Приходите Вечером В пятницу 15 мая Ко мне на стрим Я схожу Сам все проверю Кому лень Так сказать Лично выкатывать Вот Все будет сделано В принципе Это все Новости На данный момент Больше рассказывать Не о чем Там есть еще Куча новостей На весь Окончание мая Например То что там Еще очередная Линия фронта Выходит Но это мы уже Когда будет ближе Я и сам забуду Если сейчас скажу Да и вы забудете Если я вам сейчас скажу Что она там 25 мая Выходит Да Что после этого И уже можно будет Получить Первый танчик За жетончики И надо будет уже Принимать Выбор делать Что я уже стримил Какие танки Там и шарфу тур И объект 777 Вариант 2 Стримил Я лично Склоняюсь к тому Что 777 Вариант 2 Стоит В первую очередь Брать Ну Со мной Многие могут Не согласиться Как говорится На вкус и цвет Все фломастеры Разные Спасибо что смотрели Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok